В Виноградовском округе открылось новое здание районной больницы. Готовность к приему пациентов проверил губернатор. Напомним, что строительство в поселке Березник началось 4 года назад. Но важно было не только возвести стены и кровлю, но и наполнить кабинеты современным оборудованием. Тему продолжит мой коллега Артемий Заварзин. 18-й год начала строительства, 20-й и 21-й, активная стадия возведения. И вот к лету этого года можно видеть не только новое здание больницы в Березнике, но и оценить, какие условия для пациентов и врачей есть внутри. В новом корпусе общей площадью более 8 тысяч квадратных метров разместились поликлиника, терапевтическое отделение, операционный блок. Оснащены будут дыхательные аппаратами, искусственной вентиляцией легких. Естественно, здесь тоже полноценная подводка всех медицинских газов, воздух, кислород. Круглосуточный стационар готов к тому, чтобы в режиме 24 на 7 лечить пациентов терапевтического и хирургического профилей, инфекционных, больных и детей. Все подразделения будут располагаться непосредственно и сообщаться между собой общими коридорами. Это позволит облегчить труд работников, им не нужно будет перебегать из корпуса в корпус. Ну и, конечно же, высокотехнологичное оборудование, которое ранее не было никогда в этом районе, будет впервые установлен компьютерный томограф. А еще цифровой рентгенаппарат, стоматологическая установка и эндоскопический комплекс. Кроме того, стационар полностью оснащен новой мебелью. Вопросы с доставкой пациентов и лекарств решатся благодаря трем новым машинам, что получила ЦРБ. Медицинскую помощь в новой больнице смогут получать больше 13 тысяч жителей. Когда мы начинали строить виноградовскую больницу, не было ни одной государственной программы на уровне страны, в рамках которой мы могли бы это сделать. Это объект, прежде всего, сделан за счет регионального бюджета. Это, конечно, сложный объект. Очень хочется, чтобы в новое, современное здание, наполненное оборудованием, появились новые специалисты, желающие здесь работать. Задача, поставленная Александром Нитальевичем Цибульским и правительством Архангельской области, сегодня строить жилье для наших молодых специалистов, и для врачей, и для педагогов. И тогда по зарплатам вопросы решить окончательно, потому что тоже очень важная заработная плата наших врачей. И тогда все у нас получится. Важность развития кадрового потенциала в медучреждении отметил и губернатор, поздравляя жителей и сотрудников ЦРБ с открытием нового корпуса больницы. Уже в сентябре после целевой ординатуры штат пополнит врач-офтальмолог. В следующем году ждут анестезиолога-реаниматолога. В СГМО начали обучение семь целевиков, которые будут работать в виноградовской ЦРБ. Это такой первый объект за последние два года, в котором мы, по сути, уже можем продемонстрировать то, ради чего мы реализуем государственную программу по модернизации первичного звена здравоохранения и по развитию здравоохранения Архангельской области. Я уверен, что и в этом году мы порадуем жителям еще несколькими объектами. Сейчас у нас и это, в общем, прямое поручение и поддержка президента сделали возможным. Действительно, большие средства направляют... За последние два года на техническое оснащение больницы направлено в общей сложности 119 миллионов рублей. Сегодня капитальные ремонты и строительство новых зданий и медучреждений одновременно идут в Холмогорах, Шенкурске, Новодвинске, Мизене, Приморском районе и Архангельске. Артемий Заварзин, Мария Даник, Евгений Зыков, Александр Кузнецов. Регион 29.